10 декабря в манеже сибирского нефтяника прошел 18-й по счету мемориал заслуженного работника физкультуры российской федерации Георгия Маковецкого. Дань памяти выдающемуся тренеру отдают юниоры и юниорки в семи видах программы. После возложения цветов спортсменам вручили звания кандидатов в мастера спорта и первые разряды. В том числе в награждении участвовала вдова Георгия Маковецкого, учредившая эти соревнования. У нас люди очень хорошие. Сейчас работают тренеры хорошие, молодая смена идет. И сегодня вы видели, сколько детей повыполняли разряды кандидатов в мастера спорта, первые разряды, позанимали призовые места на международных соревнованиях, на первенстве России. То есть смена достойная. Мемориал Маковецкого по традиции ознаменовал начало зимнего легкоатлетического сезона. Спортсмены до 18 лет, в том числе новоиспеченные кандидаты в мастера спорта, выступили в барьерном и гладком беге, а также в технических видах, прыжках в шестом, прыжках в длину и толкании ядра. Для спортсменов эти соревнования генеральная репетиция традиционного всероссийского мемориала Булатовых. Силы там особо не распределяются. Ты просто встал, должен помнить о том, что важна скорость и техника. Ты должен бежать обдуманно, не просто как гладкую дистанцию просто встать и выбежать, хотя это тоже сложно. Но барьеры считаются одним из самых сложных видов в легкой атлетии. На турнир помимо участников из Омска приехали спортсмены из разных районов региона, а также Алтайского края. Не секрет, очень сильных легкоатлетов готовят в Кормиловском районе, который ежегодно становится победителем или призером спортивного праздника королева спорта. Я готовлюсь к соревнованиям вообще недели за две. То есть специально тренируюсь 60 метров, низкий старт отрабатываю, допустим там 400 бега. В соревнованиях разыграли 28 комплектов медалей, а мячи выиграли 24 золотых, 15 серебряных и 16 бронзовых. Это отличный задел перед более крупными соревнованиями – первенствами Сибири и России, куда совсем скоро поедут омские легкоатлеты.